Итак, первый вопрос на сегодня. Почему Аллах оставил нас без имама? Почему он скрылся? Прежде чем ответить на вопрос о том, почему, необходимо разобрать вообще, что такое сокрытие имама. Ибо у многих из людей абсолютно неправильное представление о том, что есть сокрытие имама. Некоторым кажется, что сокрытие имама — это означает, что имама среди нас вовсе нет, что он куда-то ушёл, оставил нас самих по себе. И таким образом подобны, например, его святлости Иссе, который вознёсся в небо. Или же, как хотят преподнести это ваххабиты, как будто имам где-то скрылся в каком-то подвале или в какой-то пещере и не выходит оттуда. Скрылся, не выходит оттуда и ждёт своего часа, чтобы выйти оттуда. Но это совершенно не так. Имам находится среди нас, он ведёт свою деятельность, он занимается своими прямыми обязанностями, обязанностями имама, и он ведёт свою работу. Единственное отличие между нескрытым имамом и скрытым имамом — это то, что скрытого имама мы не знаем, мы не видим. То есть не видим не в том смысле, что вовсе не видим, а можем увидеть, но не понять, что это имам. А нескрытого имама, имама, который присутствует среди нас, мы его знаем, где он живёт, мы знаем, как он выглядит, мы можем обратиться к нему, мы можем увидеть его. То есть и скрытого имама мы можем увидеть, но разница в том, что увидев его, мы не поймём, что это имам. То есть он себя и свою деятельность не афиширует, в отличие от открытого имама. То есть в этом принципиальная разница между имамом до сокрытия и имамом после сокрытия. Поэтому, конечно же, деятельность, которая возложена, и ответственность, и обязанности, которые возложены на имама, они им выполняются и в данный период, то есть в момент сокрытия его светлости. Это во-первых. Во-вторых, необходимо обратить внимание на то, что непорочные присутствовали среди нас открыто на протяжении почти что 250 лет. Более 250 лет. То есть два с половиной века непорочные присутствовали среди нас. Обратите внимание, для того, чтобы сравнить, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, вёл свою деятельность, свою пророческую деятельность. Свою посланническую деятельность вёл на протяжении чуть более 20 лет. 20 лет. И большинство мусульман, то есть те, которые не являются последователями ахляль-бейта, алейхи ва салат ва салам, они следуют за его светлостью посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, он для них является непорочным. Они черпают свои знания у его светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Но как пророк и посланник, его святлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, среди людей был всего лишь чуть более 20 лет. И то, чем могут воспользоваться свои религии для познания и получения знания своей религии, большинство мусульман, это исключительно те слова и те высказывания, и те хадисы, которые были озвучены на протяжении этих чуть более 20 лет. Но у нас, у последователя Алибейт, алейхи ва салям, дело обстоят чуть иначе. На протяжении более двух с половиной веков непорочные были среди нас. Были среди нас открыто. И на протяжении этих лет, двухста, пятидесяти лет, мы черпали у них свои знания. Мы получали у них свои знания. То есть, начиная от его святности посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям и заканчивая его святлость имаму Хасану аль-Аскери, на протяжении всех этих двух с половиной веков мы получали у этих непорочных знания. черпали знания о религии, обучались у них толкованию священного Корана. И поэтому совершенно будет несправедливо на сегодняшний день сказать, что у нас не хватает религиозных знаний, не хватает знаний о религии. Это совершенно не так. У нас достаточно знаний о религии, достаточно понимания, именно научного понимания религии. И поэтому совершенно нет необходимости в том, чтобы среди нас присутствовал непорочный. То есть, это не так остро. Возможно, в каких-то незначительных вопросах вы можете найти нужду. Как, например, у его святлости Алибина Биталиба, алейхи салат ва салам, спросили. Когда он, его святлости Алибина Биталиба, алейхи салат ва салам, сказал, что с Алиунии, «Каблян Тавкайду, не спрашивайте меня до того, как меня потеряете». Один из людей спросил, «А сколько у меня волос на голове?» Возможно, какие-то подобные вопросы нам неизвестны. Возможно, мы эти вопросы могли бы выяснить у его святлости имама. Или же, например, в Священном Коране рассказывается о том, что племя Муса, алейхи салама, спрашивали у пророка, какого цвета, например, должна быть корова, об особенностях коровы. Но в Священном Коране порицается их эта особенность, их это качество, спрашивает о всех вещах, которые незначительны, не имеют значения. Точно так же, как и его святлости Алибина Биталиба, алейхи салам порицал того человека, который спросил, «Сколько у меня волос на голове?» Поэтому мы наверняка сможем найти какие-то вопросы, в которых мы всё ещё нуждаемся в имаме. Но в целом в важнейших вопросах религии, которые нам необходимы, необходимы нам для того, чтобы служить Богу, воспитывать в себе рабов Всевышнего, этих знаний у нас достаточно. И поэтому говорить о том, что почему Аллах оставил нас без имама, во-первых, начнём с того, что имам всё ещё среди нас, и он ведёт свою деятельность, и он занимается тем, чем он должен заниматься. Он ведёт человечество и человеческую историю через свою собственную деятельность, ведёт к созданию всемирного государства справедливости, государства, которым закончится человеческая история, который является апогеем развития человеческой истории. Он свою деятельность ведёт. Да, мы нуждаемся в каких-то научных вопросах, но эти научные вопросы оставлены нам непорочными в достаточной мере для того, чтобы мы работали над этими вопросами, над этими хадисами, над этими толкованиями Священного Корана, и выводили из этих источников, чтобы наши учёные выводили из этих источников необходимые для нашего шиитского и мамитского общества вопросы. Но другая обязанность, другая функция имама, а именно деятельность, направленная на противостояние тауту, потому что это одна из важнейших особенностей и одна из важнейших обязанностей имама — вести работу и деятельность по противодействию тауту. Почему? Потому что когда мы изучаем Священный Коран, когда мы изучаем Священные Тексты, то мы обнаруживаем, в исламе это заложено, обнаруживаем, что вся человеческая история состоит в противостоянии Божественных сил и сил таута. Всевышний в Священном Коране изволил сказать что мы точно так же установили для каждого из пророков врагов в лице джиннов, в лице шайтанов, в лице дьяволов из числа джинов и людей. То есть у каждого пророка были враги, для каждого из пророков Всевышний установил врагов в лице шайтанов. И точно так же Всевышний говорит и что мы установили их имамами, призывающими в ад. И так же в другом аяте Священного Корана Всевышний говорит и что мы установили их имамами, которые наставляют по нашему велению, по нашему приказу. То есть здесь есть две группы лидеров, имамов. Одни ведут в ад, призывают в ад, другие наставляют по воле Всевышнего к верному и правильному пути. И это наставление, и этот призыв, он не заключается только в том, чтобы какие-то научные, какую-то информацию передать человечеству, призвать его к чему-то словами. Но ещё более важным в деятельности имамов, в числе которых также входит его святлость посланника Аллаха саллаллаху алейкин в алейкин, потому что он тоже был имамом. Важнейшей обязанностью, в отличие от пророка и посланника, которые доносят до человечества божественное откровение, важнейшей особенностью имама является практическое воплощение заповедей и учение и доктрин божественных. То есть важнейшей особенностью и обязанностью имама является то, чтобы он воплощал в жизнь божественное учение, создавал на основе этих божественных учений цивилизации и общества. И об этом неоднократно говорится в священном Коране. То есть когда Всевышний говорит о посланнике Аллаха в священном Коране, неоднократно об этом говорится, то Всевышний говорит о том, что посланник Аллаха строит общество и цивилизацию на основе божественных учений. Центром этой цивилизации, основным и центральным вопросом этой цивилизации является раболепие перед Всевышним. И им в этом противодействует Таут. Чем занимается Таут? Таут занимается ровно обратным. Он высмеивает раболепие перед Всевышним, высмеивает единобожие и центральным, центральной фигурой и центром и осью своей цивилизации провозглашает человека и его низменные желания. и в этом вопросе все Тауты одинаковые, они друг от друга ничем не отличаются. Несмотря на все разновидности Таутов, западные Тауты, восточные Тауты, разные, в разные времена, прошлые времена, в настоящее время, в будущее время, все эти Тауты провозглашали, провозглашают и будут провозглашать центром и осью своих цивилизаций человека и его низменные желания, его низменные устремления. И они не просто научно это делают, и не просто словами призывают к этому, не просто убеждают других в этом. Нет, они строят общество, они строят целое общество, основанное на этих идеалах и на этих ценностях. И это мы очень наглядно и ясно наблюдаем сегодня, на сегодняшний день, на Западе. Обратите внимание, все западное общество построено на этих идеалах и ценностях, на низменных желаниях человека, который является центром. И здесь вне зависимости от того, каков человек, каков сам человек, он, живя в этом обществе, хочет он этого или не хочет, впитывает в себя эти идеалы. Он, конечно, может сопротивляться, он может себя убеждать в обратном, он может работать над собой, но живя в этом обществе, потому что общество так построено, общество так устроено, он, живя в этом обществе, впитывает в себя эти качества, эти особенности. И, например, обратите внимание, некоторые источники писали о том, что в одном из американских городов, то есть это то состояние, в котором находится общество, в одном из городов на какое-то время, и это мы часто, на самом деле, можем наблюдать, это просто один пример. В одном из городов, в американских городов, на какое-то время отключился свет. И как вы думаете, во что этот провинциальный американский город погрузился? Погрузился этот город в джунгли и в лес, в дикие джунгли. То есть грабежи, нападения, разбои резко возросли в этом городе. Почему? Потому что там жили плохие люди? Нет, они такие же люди, как и мы. У них такая же фитра, как и у нас. У всех людей одна и та же фитра. Но то состояние, в котором их держат, то общество, в котором они живут, оно так устроено, что по-другому сложно жить, по-другому сложно существовать. И точно так же его святлость имам, аджалаллаху, фараджаху и шариф, строит обратное общество, общество и цивилизацию, живя в котором ты хочешь или не хочешь того, будешь впитывать в себя единобожие и раболепие перед Всевышним. Ты, конечно, можешь сопротивляться этому, точно так же, как и можешь сопротивляться воздействию Тагута в его цивилизации. Но всё-таки общество и цивилизация, которая строит посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи, 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 салям, и которая строит его наместники, в особенности в лице его святлости имама Махдадзе, лаллаху, шифараджаху, шариф, это общество будет затягивать человека в единобожие и в раболепие. И поэтому основной обязанностью имама является строительство этого общества. И имам на данный момент занят этим. период обучать, период говорить что-то, период, когда имамы общались со своими последователями и отвечали на их вопросы, исправляли их убеждения, их понимание в научном его понимании, в информационном его понимании, это время прошло. И имамы дали нам достаточно информации, достаточно знаний. Наша обязанность на данной этапе — это исследовать их наследие, которое оставили они нам, на протяжении более 250 лет. Они говорили нам, говорили, говорили, говорили. И наговорили они достаточно для того, чтобы мы поняли свою религию и свои обязанности. для дальнейшего присутствия имама среди людей уже никакой нужды не осталось. Но при этом есть нужда, вне всякого сомнения, в том, чтобы имам для своей деятельности не был афиширован, был скрыт. Чтобы мы не знали его в лицо, мы не знали его по имени, мы не знали, где он живёт, как выглядит, и куда, и откуда перемещается. Чтобы мы этих деталей об этом человеке не знали. И поэтому в наших источниках вообще неизвестно и не говорится о том, как зовут его светлость имама Махди, ажалаллаху фараджаху шарифу. Махди — это его лақад, это псевдоним его светлости имама Махди, ажалаллаху фараджаху шарифу. А имя у него другое. И в наших источниках не говорится, как его зовут. Ясно и чётко, и прямо не говорится, как его зовут. И более того, считается нежелательным и неправильным со стороны нас, последователей Ахлибейт Алейми Салат Ва Салам, вообще говорить, как его зовут. Почему? Потому что он должен оставаться в сокрытии, он должен быть неизвестен, как он выглядит, кем он является, где живёт и так далее. Его личные вот эти вот характеристики, они должны оставаться в секрете по божественной мудрости. В этом есть нужда и в этом есть необходимость. Из причин для этого огромное множество. То есть причин для сокрытия не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь. Их огромнейшее множество. И, конечно же, все эти причины известны исключительно Аллаху и его наместникам. Посланнику Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям и его халифам, имамам непорочным. Нам все эти причины неизвестны. Но при этом в преданиях, которые дошли до нас, некоторые из этих причин фигурируют. То есть мы можем в преданиях обнаружить причины. Например, в некоторых преданиях говорится о том, что очень длительное сокрытие имама является испытанием для людей. Они будут испытаны. Легко верить, легко следовать, когда перед тобой, перед твоими глазами присутствует его светлость, посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям, или его светлость Алибин Абиталиб Алейхи Салалат Ва Салам, который непрестанно демонстрирует человеку свои чудеса. Непрестанно демонстрирует человеку чудо. И всё их бытие, всё их существование, вся их сущность является доказательством Бога. Они сами по себе являются знамениями и доказательствами Бога. И поэтому, когда они присутствуют, когда они перед глазами, когда ты их видишь, очень легко быть верующим. Но сокрытие имама является испытанием. И одним из сунн Аллаха является испытывать человека. И в священном Коране об этом неоднократно говорится. Всевышний говорит, вы разве думали, что мы не будем испытывать вас после того, как вы сказали, что мы уверовали? Конечно же, Всевышний будет испытывать вашу веру. И в том числе, длительными сроками испытывает Всевышний. Например, в одном из аятов Священного Корана, это 16 аят, суры Хадид, железо, 57-й суры, Всевышний говорит, Всевышний говорит, «Не будьте подобны тем, сердца которых очерствели по происшествию длительного времени». То есть из-за того, что прошло очень много времени, их сердца очерствели. То есть одной из причин, по которым человек черствеет, одной из причин, которые являются испытаниями и трудностями для веры человека, для человеческой веры, является длительность времени. Когда проходит очень много времени, и ничего вокруг не происходит, ничего вокруг не меняется, чудеса не происходят. Например, наоборот, человек наблюдает несправедливость, наоборот, человек наблюдает давление со стороны неверия, давление со стороны Таута наблюдает. И его вера подвергается испытанию. Это, например, одна из причин испытать, испытать людей. Опять-таки я повторюсь, этих причин огромное множество. Объять и познать все эти причины нам не дано. Их слишком много. То есть весь, всю тайну божественной мудрости в сокрытии имама нам не дано познать. Или же, например, также в преданиях фигурирует следующая причина, согласно которой имам ушёл в сокрытие, чтобы сохранить свою жизнь. Ибо его жизнь была под большой угрозой. Это ещё одна причина. Мы знаем все прекрасно, что к времени его святлости имам Хасана Аль-Аскери имамы уже находились под апогеем давления. То есть, если, например, имам Али Али Салат Ва Салам был относительно свободен, имам Садик, имам Багра Али Хмас Салам были относительно свободны своей деятельности, то чем ближе к нам, то тем больше давления, тем больше контроль со стороны Таута. Мы видим, что имам Казам Али Салат Ва Салам находится очень значительную и большую часть своей жизни, значительную часть своей жизни, как имам, находится в тюрьме. Мы видим, как имам Хадий, имам Хасана Аль-Аскери находятся под очень пристальным и строгим контролем аббасистских халифов. Таута. И, конечно же, это давление и это чувство опасности со стороны имама, чувство, которое испытывает и чувствует Таут со стороны имама, оно со временем возрастало и ко времени имама, дядя Аллаху Раджа Ху Шариф, достигло такого апогея, такой вершины, что уже присутствие имама среди людей стало невозможным до тех пор, пока не наступит время установить на земле Всемирное государство справедливости, к которому идёт вся человеческая история. И также в некоторых источниках фигурируют следующие причины, то есть, опять-таки, я ещё раз повторюсь, этих причин огромное множество, я не собираюсь, и нет у меня намерения и возможностей, и знаний для того, чтобы раскрыть основную, например, причину. Мы говорим в некоторых причинах, которые могут быть. Этих причин огромное множество. Также в некоторых преданиях говорится о том, что все имамы так или иначе находились в договорных отношениях с Таутами своего времени. То есть, у них был какой-то договор. Например, у имама Хасана, имама Хасана, алей-иссалама, то есть, имам Хасан ибн Али, алей-иссалам, например, заключил договор с Муавией, и имам Хусейн, алей-иссалам, тоже вынужден был соблюдать, должен был, обязан был соблюдать этот договор между ними. И у каждого имама был свой определенный договор с властями, с Таутами. И имам, Махдаджаллафараджам Шериф, согласно некоторым преданиям, опять-таки, не должен был иметь какие-то подобные отношения, какие-то подобные договора с Таутами. Но так как давление было усилено, и все шло именно к этому, если бы имам присутствовал бы среди нас, он обязан был бы заключить договор и пойти на какие-то уступки, то возникла необходимость в том, чтобы имам сокрылся. То есть это вот причины, которые мы можем обнаружить в некоторых преданиях. Некоторые другие причины мы можем сами понять, если немножко поразмыслим над философией, поразмыслим над сутью сокрытия.